Каникул с Росгвардии и это патриотическое мероприятие. В рамках акции детям рассказывают о буднях наших росгвардейцев и напоминают правила безопасности. Подобные уроки проходят повсеместно, включая освобожденные территории. Военнослужащие, прославленные 21-й ордена Жукова бригады оперативного назначения, сегодня приехали к воспитанникам детского лагеря в Левкове. Это мой жив или это настоящий? Настоящий. Что? Настоящий? Что? Ребятам рассказали о вооружении нашей армии. Интересно было даже девочкам, а мальчишки и вовсе засыпали бойцов уточняющими вопросами. Какого года гранатомет? Из гранатомета стрельнуть в дом, это очень много разрушений произойдет. Существует на этот гранатомет душитель? Вы нам покажете, как будет базовка? Ажиотаж вызвал урок медицинской помощи. Воспитанники лагеря узнали, что такое турникет и как он спасает жизни военных за ленточку. А на практическом занятии по самообороне военнослужащие бригады продемонстрировали поведение в бою. Также дети познакомились с принципами работы связистов и пообщались друг с другом по полевому телефону. Внимание уделили и военной технике. Ребятам разрешили не только рассмотреть вблизи знаменитый бронеавтомобиль «Тигр», грузовик повышенной проходимости «Урал» и мотоцикл, почти как у героев в кино, но и исследовать машины изнутри. Машина, которая может вылезть наверх, потому что, во-первых, там много людей может вместиться, во-вторых, там наверх залезать интересно. Специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты показали ребятам, как обнаружить отравляющие вещества в воздухе. А саперы рассказали подробно о своей взрывоопасной работе. Аплодисментами встретили показательный полет беспилотника. Такую технику ребята видели только в фильмах. Но настоящими звездами стал кинологический расчет. Бельгийская овчарка по кличке Ларс продемонстрировал знания всех необходимых команд и просто млел во всеобщем внимании. Провели для ребят урок мужества, на котором их познакомили с историей Софринской бригады. В рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» мы посетили данный оздоровительный комплекс для того, чтобы скрасить быт детей и немножко рассказать им о войсках Национальной гвардии. Мы данное мероприятие в основном проводим на территории бригады. Выезжаем также в Пушкино, когда нас приглашают также принять участие в патриотическом воспитании. Мы это делаем не только в школах, даже проводили данное мероприятие с учебными заведениями высшего профессионального образования. В нашей стране проект «Каникулы с Росгвардией» реализуют ежегодно в летних лагерях, секциях и военно-патриотических клубах. В прошлом году во всероссийской акции приняли участие более 80 тысяч детей. Для них организовали и провели с выше 3 тысяч различных мероприятий. Планка высока, а значит в следующем году детей ждут еще более захватывающие и интересные показательные выступления. Камила Клиновская, Александр Корнеев, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.